Что такое карма семьи? Давайте начнем с самого начала. Вот смотрите, то есть два человека вместе соединяются. Как это соединение происходит? У нас внутри вот здесь есть зона, где содержится глубинная память человека. Там находятся все наши желания и поступки. Из этой зоны приходит событие. Мы чувствуем тяжесть груди иногда, чувствуем радость. То есть событие выходит отсюда. Даже реальное ощущение есть, что вот здесь вот как-то моя жизнь вот здесь протекает. Вот здесь есть вот эта вот глубинная память, там протекает моя жизнь. Вот здесь сердце. Мы сердцем как бы радуемся, сердцем печалимся. Вот здесь сердце, чувствуем эту эмоцию жизни своей. Когда люди видят друг друга, симпатия возникает не сексуальная симпатия, не половая, а симпатия родственная. Есть разные виды симпатий. Есть родственная симпатия, есть половая. Половая симпатия означает постель затащить и даже не надо спрашивать, как зовут. Понимаете? Сексом позанимались, разошлись, как море кораблей. И в целом вот эта симпатия половая, она не является тем, на что надо вообще обращать внимание. Это просто возбуждение, которое проходит, и человек его сбывает. Надо терпеть это все, терпеть просто такую вот активность. Но если два человека не женаты, не замужем, то между ними возникает родственное чувство. Вот родственное чувство, оно не вызывает полового возбуждения. Ну, чуть-чуть, может, вызывает, но не сильно. В основном оно вызывает чувство, что этот человек очень похож на меня. Очень похож. И в этом случае люди общаются сначала, должны общаться друг с другом, понять друг друга, оценить объем работы, принять этот объем работы, а потом уже дальше жениться. И люди раньше в древней культуре, они плакали, вот девушки плакали, когда замуж выходили, не потому что не любят, а потому что понимали, что надо крест свой нести по жизни. Крест. Ну, то есть человекам надо путь соли съесть, понимаете? То есть они понимали, они были готовы на это. А мы на это вообще не готовы, мы хотим балдеть рядом с человеком. А если невозможно, значит, родственники тоже не против. Никто не против, разводимся. Ну, понимаете, то есть цена брака стала нулевой, очень низкой. То есть мы не ценим. Мы живем с мужем, мы живем с парнем в гражданском браке, у нас двое детей. Ну, то есть вы не считаете друг друга мужем и женой, а дети тогда кем вас считают? В Швейцарии, допустим, или в Швеции, я путаю. В Швеции, по-моему. Вообще решили, это классно, этот вопрос. Родитель номер один, родитель номер два. И дети тоже, как бы, пола нет. Просто подружки, дружки, дружки. Это уже вообще тупость, полная тупость культуры. Она приводит к обезличиванию. Нет женщин, нет мужчин, нет родителей. Есть просто дружки, подружки. Родитель номер один, родитель номер два. Нет мужа и жены. Это признак культурной тупости. Мы не должны приходить к такой культуре. Она приносит несчастье. Она приносит страдания. Итак, люди должны общаться сначала. Между их сердцами возникает связь. Причем интересно, что сначала Господь показывает результат, конечный результат того, что должно быть потом. Как вот поверить во что-то? Вера означает видение счастья. Если человек не видит будущего счастья, он не может поверить. Для того, чтобы эта вера сразу в отношениях возникла, для этого существует определенная милость, свыше которой приходит. Что, когда я смотрю на девушку, то есть она мне нравится, мы с ней должны быть вместе, то в этом случае из нее исходит вот эта сила, ее благочестие, которое показывает мне, во-первых, путь нас жизненный вместе, какой мы пройдем этот путь. А во-вторых, эта сила благочестия показывает ее чистоту внутри. Что чистого в ней есть, чтобы ты до этого дошел когда-нибудь, чтобы это когда-нибудь ты увидел, служа ей. И точно так же она смотрит меня внутрь, и у меня изнутри выходит эта сила. Это называется вот эта влюбленность, понимаете? Влюбленность чистая и светлая, которая именно Богом соткана и создана. Такую влюбленность можно два раза в жизни почувствовать. Ну, имеется в виду двух случаев в жизни. От ребенка, когда рождается, мы видим в нем душу, видим чистоту души от ребенка. Чистота души также видится в человеке, который Богом высветился тебе, как твой родной человек. Это божественная энергия делает. Это не то, что я сам высветил. Некоторые говорят, я себе нашел близкого человека, Олег Геннадьевич. Это не ты нашел, это Бог тебе показал, высветил вот этого человека. Он показал его чистоту, и ты привлекся, и пошел, пошел, пошел с ним по жизни. В целом, как бы интуитивно люди это чувствуют. Иногда в песнях полностью весь этот процесс отражается. Сейчас я вам эту песенку спою. Вот как это все происходит, вот как вот это все создается отношение, и как дальше, что происходит в сердце. Бывает, люди это четко чувствуют и отражают на бумаге в виде стиха. Первая любовь моя земная, Утро мои глаз, Я тебя совсем еще не знаю, Вижу в первый раз, И уже повеяло весною, Уст ли я не рек, А, и уже, как там? И уже, сейчас, сейчас, забываю. Ты уже повеяло весною, Тает первый снег в отношениях. Ты уже повеяло весною, Ты уже повеяло весною, Тает первый снег, И как будто мостик переброшен, И как будто вдруг Связан день и завтрашний, и прошлый Встречей наших рук. И уже сливаются в дорогу Наши две тропы, Будет в ней хороших очень много У моей судьбы. Видите, как бы так сердце чувствует, Постепенно все рисует, Рисует вот это то, что должно быть. Я уже старею, У меня склероз развивается в голове, Поэтому как бы я забываю иногда там какие-то. А, первая любовь моя земная, Я тебя совсем еще не знаю, Вижу первый раз. Вот так. Ну ладно. Видите, то есть сначала человек чувствует Эту энергию счастья, Потом он видит судьбу, Он чувствует, что соединяются две, В дорогу сливаются наши две судьбы. То есть были поотдельно, Потом бац, слились, Вместе пошли. Будет на этой дороге что? Дней хороших очень много, У моей судьбы. Да? Это то, что показывает Господь. Это демоверсия, понимаете? Try and buy. Try означает медовый месяц. Ну то есть сначала вот это счастье все идет, И мне кажется, О, у меня теперь всю жизнь будет счастье. Нет, не всю жизнь. Сначала посмотри демоверсию, Как должно все быть, А потом попробуй до этого достичь, Дойти до этого в своей жизни. И каждое утро человек должен вспоминать В своем сердце чистоту сердца близкого человека, Которого он увидел в первый раз. Это то, что должно быть. А мы вспоминаем только боль, Которую он нам приносит. Это означает, что мы не согласны с судьбой. Если мы боль чувствуем от близкого человека, Думаем о его ошибках, недостатках в основном, То это означает, что мы не согласны с судьбой. Мы не хотим счастья в отношениях, Мы хотим справедливости. Справедливости означает, Хочу ничего не делать, хочу быть счастливым. Все. Мне больше ничего не волнует. Лень души. Лень души означает. Что такое карма семьи? Карма семьи – это объем работы. Видно сразу карму семьи, Когда люди встречаются вместе. Ничего не видно. Будет дней хороших очень много. У моей судьбы вот что видно. Дорогу все слилось. Дней будет хороших очень много. Первая любовь моя земная, Утро – мои глаз. Все. В глазах утро. И человек чувствует только счастье. Все в этом во всем. Ничего больше не чувствует. Счастье и радость. Дема-версия. Try and buy. Не bye-bye, А вместе придется жить. Вместе. И Бог рассчитывает вообще-то на всю жизнь. Он, конечно, может потом еще кого-нибудь дать, Если ты раскаешься в том, что было. Но и о том, что было, Помни, не забывай. Надо помнить, надо раскаяться, помнить, что вот так вот у меня были трудности, я не справился. У меня были проблемы. Нужно раскаяться и жить дальше. Но Бог рассчитывает на всю жизнь. Он хочет, чтобы мы всю жизнь вместе были. Поэтому он людей связывает веревкой. Вот мы хоть хотим уйти от близкого человека. Трудности же никому не надо. Все хотят балдеть. Уйти хотим, а не можем. Не уходится. А для того, чтобы уйти, надо рубануть. Два способа, если рубануть. Первый способ. Просто жестоко, холодно. Так, и пошел. А второй способ похитрее. Не жестоко, не холодно. А найти себе кого-нибудь другого и перетянуться. Так, знаете, так. Как эта амеба, она перетекает. В дырочку залезу, и там уже в другом месте все. А здесь нету. В дырочку. Влюбился, влюбился, потихоньку перетекать буду. Все, нету. В этой семье нету. Маленькие амебчики с другой амебой остались без меня. Я перетек. Безболезненно для себя. Ну, понимаете, но болезнь-то осталась там, откуда ты перетек. Ее же никуда не денешь, они же страдают, эти люди. И ты за это будешь отвечать. Сто процентов. Бог потому что хотел, чтобы вы были вместе и вместе мучились. А ты мучиться не захотел, решил всех обмануть, да, перехитрить. Умный такой. Ну, кто умнее, я или Бог? Я или Бог? Я или Бог? Надо задавать себе этот вопрос. Кто умнее, я или Бог? Если Бог умнее, значит, Он знает, как сделать так, чтобы... Вместе с перетеканием, хитрым перетеканием от семьи. Я получил также хитрое перетекание тяжелой кармы туда, в эту дырочку потом. Он знает, как это сделать, понимаете? Ну, что такое карма семьи? Это объем работы. Вот мы, когда обалдеем вместе, объема работы никакого не видно, потому что нам показывают результат. У нас вера в том, что у нас вера в наши отношения в это время формируется во время свадьбы, когда люди дают клятвы друг другу, когда они чувствуют счастье от этой свадьбы, понимаете? Это все Богом дано, это счастье. Ах, эта свадьба, свадьба пела и плясала. И этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли... Понимаете, много Бог дает сразу. Ну, потом все по-другому. Потом Бог сначала дает, как бы, это не карма, Он дает не карму, Он дает подарки людям, подарки. Они вместе решили, вот подарки, вам столько подарков. Это не карма. Карма – это совсем другое. Когда два человека смотрят друг на друга... Глаза бы мои тебя не видели. Ну, это означает объем работы просто. Вот оценил объем работы. А работать-то не хочешь, хочешь забалдеть, понимаете? В этом вся проблема. Это не то, что вот мои глаза бы тебя не видели, это значит, что у тебя есть проблемы, которые мне не надо. Так я не решаю, мне надо это или не надо. Это Бог решает. Он тебе показал, вот показал, вот сердца соединяются, Он тебе показал. Вот смотри, это тот, это тот, кто с тобой будет жить. Бог показал. Потому что мы иногда потом думаем, блин, а может я себе не того выбрала? Да ты вообще ничего не выбирала. Это Бог тебе показал, и Он вас соединил, все. Некоторые думают, что есть какие-то варианты. Варианты, конечно, есть, но они запасные, понимаете? Запасные. Они там стоят запасные. Когда здесь ничего не получится, Бог даст пинка под зад тебе сначала. Помучает тебя, потом запасной вариант, похуже уже. Судьба потяжелее, в запасном варианте тяжелее судьба бывает всегда. Сначала кажется, что лучше вообще-то, а потом кажется, что тяжелее. Но так выбора нет никакого, понимаете? Потому что Бог соединяет людей. Между прочим, Бог соединяет нас сначала с этим телом. У меня тоже нет вариантов. Я не могу из одного тела перелететь в другое. Ну, телу не нравится, раз туда, в следующее. Вот. Он точно так же, как Он мне дает вот это тело, Он также дает продолжение этого тела. Вы знаете, что такое продолжение моего тела? Продолжение моего тела – это моя жена, четыре сыночка и лапочка-дочка. Это все продолжение моего тела, понимаете? Это все я. Только вот эти все люди, они мои домомучители, понимаете? То есть они как бы воплощают мою судьбу. Тело тоже, кстати, тоже воплощает судьбу. В нем бывают запоры, например. Все работало хорошо, бац. Шутца такая, не понимая. Надо работать нормально. Почему не выходит? Можно задать себе вопрос. Так, здесь вот судьба. Вот попытайтесь это понять. Мы же не говорим. Олег Геннадьевич, мне не устраивают эти запоры. Может, мне развестись с ними вообще как бы? Я не хочу с запорами жить. Что за фигня такая? Я вообще-то без запоров как бы брал. А теперь с запорами получается. Ты брал такое, как тебе положено. Вот там внутри есть три типа страданий. Атхиатмика, Атхиботика и Атхидаевика. Атхиботика означает, что получи и распишись вот эту вот красоту. Твое тело. Твое тело. Это Атхиботика, то есть тело. Вот страдания от тела. Получили, спешись. Атхиатмика означает страдания от Машеньки и детей. Пити, Васи, Кати. Все. Это вот тебе тоже как бы придатки твоего тела. Приданные. Ответвления. На тонком плане все едино. Все соединяется с тобой. Это все твое. Здесь все мое. И мы. И мы отсюда родом. Вот здесь все твое, да. И ты не можешь тоже. Вариантов нет, понимаете. Дайте мне другой прямой кишку. Нет вариантов, понимаете. Вот дали тебе, вот живи с тем, чтобы Бог дал все. Живи, это твое. Не хотим. Хотим только счастья. Означает неграмотность просто и все. Это Атхиатмика. Это значит, что твоя карма действует через души других людей. А есть еще Атхидаевика. Вообще, ну, как бы жесть. Атхидаевика означает война. Ну, то есть, если свыше что-то приходит, понимаете. Вообще, как бы я не рожался в войну. Я не хотел никакой войны. Зачем мне нужна война? Понимаете, она приходит, нас не спрашивает вообще. Нашу жизнь. И приходится страдать. В военные годы люди жили. И сейчас живут некоторые. Страшная вещь. Я в Красноярске, когда прилетел, меня повезли в баню. Потому что, когда пять часов на самолете летишь, то от вибраций организм не способен на тяжелый труд какой-то психический, лекции читать. А вибрации уходят с помощью энергии тепла и воды. И когда парная, вот, речка там. И в этой бане я восстанавливаюсь. И легче потом дальше функционировать. Чтобы вы знали, когда вы перелетаете куда-то, сразу надо водичку у себя на часик поместить. И вода забирает вибрации. Особенно горячая, холодная. Горячая, холодная. Ну, я вот поехал в баню. Вот. И когда я приехал в баню, там в бане, я увидел банщик, нас встретил. Банщик. Такой хороший мужчина, добрый. Но я смотрю на него, в глаза ему, и вижу то, что потихоньку нам приходится видеть. То, что потихоньку нам приходится видеть. Скоро придется видеть в нашей жизни. Потихонечку. Всем. Одному, второму, третьему. Это печать войны. Печать войны. Понимаете? Я увидел ее в глазах. Она печать войны делает человека простым, добрым, сострадательным, мягким, сердечным. Понимаете, да? Война, она людей очищает. И вот потом так оказалось, что он три месяца, как только в Красноярске, до этого был в Донецке жил. И мы не выбираем это, мои хорошие. Вот приходит время и такая жизнь наступает, что приходится все бросить и ехать непонятно куда. И там непонятно вообще, как ты будешь жить. Это так действует судьба. Это не то, что не повезло, понимаете? Спорт лотовый. И-у-у-у. А теперь правильный ответ. Вот. Это все происходит закономерно в нашей жизни. Этот мир соткан только из одной закономерности. Здесь нет и тени несправедливости. Все соткано из одной лишь правды. Просто мы эту закономерность, эти невидимы, не понимаем. Но есть священные писания, которые об этом говорят. Итак, какова карма семьи определяется на пике страданий? Это объем работы. Вот у нас произошли какие-то события. И вот когда эти события на максимум, когда меня трясет всего, колбасит, это и есть объем работы. Он всплывает на максимуме страданий. И весь этот объем работы перерабатывается только двумя способами. И двумя способами также увеличивается. Первый способ переработки, самый главный. Это тогда, когда еще все спят, надо сесть, сконтактировать со святостью. Потому что святость, святые люди, святые места, Господь, святое имя Бога, останки святых людей. Все это сжигает карму. Что значит сжигает карму? А это значит, что будет хорошо потом. Сжигает карму означает вот эти страдания, которые должны быть, они уменьшаются. Приведу пример. Один молодой человек, очень... Это было буквально лет 40 назад. Один молодой человек очень серьезно служил своему наставнику, духовному учителю. И он был такой святой, очень сострадательный. Он и сейчас такой, только он уже не на земле. Он посмотрел на него перед своим уходом так незадолго и говорит ему, ты, пожалуйста, должен в ближайшие лет 15 очень-очень много кушать и стать толстым, очень толстым человеком. А тот был такой красивый, стройный. Он говорит, я не понимаю вашего наставления. Он говорит, и не поймешь, пока не придет время. Просто сделай то, что я тебе сказал. А тот был очень верным, вот верным, настоящим учеником. И он начал есть, есть, и чувство долга. Не потому, что он хотел объедаться, и чувство долга начал есть и стал толстым очень. Но при этом он был такой же, как и раньше. Жизнерадостный, там, занимался духовной практикой. Он вообще, как жил монаха, этот человек. И в один прекрасный день он заходил в один подъезд, и просто маньяк какой-то, он его схватил за голову и перерезал ему горло вот так вот. И все, и как бы забрал все, что у него есть, и ушел. Вот, и он перерезал только жир. А потом ему зашили шею, и все, он понял, надо худеть. Все, как бы событие прошло. Так он отработал карму. Видите, событие произошло. Шея была перерезана. Но жизнь осталась. Жизнь может остаться или может уйти. Семья может сохраниться или нет. Все это зависит от того, какую силу мы вложили для преодоления этой трудности. Бывают горки судьбы нескольких вариантов. Бывает горка, которую я могу перейти своими силами. Просто иду, 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 иду по жизни, стал тяжелее, 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 тяжелее. И полегче, полегче, полегче. Для этого не надо никаких особых усилий. И люди надеются только на это в жизни. Они вот живут только этим. Это называется легкая карма или преодолимая своими силами. Второй вид кармы – это когда иду, 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 иду. Уже я не могу сам идти. Мне нужно, чтобы кто-то меня повел дальше, понимаете? Это нужен наставник, старший какой-то человек. Может быть, друг какой-то старший, я не знаю, советники какие-то, консультанты. Но кто-то должен мне давать знания, как дальше жить я не могу. Мне тяжело очень. От меня уходит близкий человек, у меня работа теряется. С начальником нет возможности восстановить отношения. Нужны какие-то знакомые, чтобы что-то сказали ему. И так далее. Ну, я не могу своими силами решить ситуацию, мне нужна помощь. Большинство людей даже не понимают, что через помощь можно решать ситуацию. Все хотят только сами все решать. Помощь означает друзья, а у людей в страсти нет друзей. Друзья означает, что человек добровольно хочет тебе помочь. Не за деньги, не за связи, а добровольно просто. Просто из любви. Это уже благость, это не страсть. Это когда люди верят друг в друга, они соратниками являются. У них такое, так действует сердце. И тогда судьба начинает преодолеваться уже по-другому с помощью людей. Это в средней тяжести карма. Есть еще тяжелая карма. Друзья в ней не могут помочь. Был такой священник под Донецком. Я был в этом монастыре. Его звали Зосима. И интересная личность. Он уже ушел из мира. Но он знаете, чему жизнь посвящал? Он молился за людей, за их здоровье. Ну, просто вот человек болеет неизлечимым заболеванием. Берет и молится за него, пока тот не вылечится. День, два, три, четыре, неделю. И больше, ну, как бы ничего не делает. Только молится за этого человека, и все. Думает о Боге и вспоминает этого человека. Думает о Боге и вспоминает этого человека. И вот этот, он делает вот эту связь между Богом и этой личностью. И так он молился. Одна женщина пришла, говорит, помогите, у меня ребенок от заболевания тяжелого легких умирает. И он начал молиться, молиться, ребенок вылечился. Ну, интересно знать элемент такой биографии этого человека, что у него было заболевание, ну, то есть рожистое воспаление ног. И оно было такой тяжелой степени, что у него до 50 миллилитров вот крови, вот этой лимфы, жидкости вытекало из ног во время службы, когда он ее проводил. Ну, то есть у него, ему очень тяжело было жить самому, но он о себе вообще не думал. Если бы он капельку своей энергии применил к себе, он бы, наверное, давно уже вылечился. Но он о этого не делал, он думал только о других. Вот в этом качество святого человека. Он всем хочет, всем хочет. И у него глаза всегда сияют, понимаете? Он просто радостный человек. Он постоянно светится счастьем, заботится о других, не думает о себе. И так вот он жил из года в год, вот так вот служил всем. Все, кто рядом с ним были, бесконечно любили этого человека. И сейчас бесконечно любят. Вот я, когда приехал в этот комплекс, увидел людей радостных, счастливых. Попил водички там из колодца, понял святое место. Когда водичку пьешь в святом месте, радость проникает сразу в сердце через воду. Для чего я это все говорю? Для того, чтобы было понятно, что есть святость в этом мире. Если человек с ней контактирует, то любая карма может быть преодолима. Это тяжелая уже карма. И бывает, что непреодолимая карма, она нужна для того, чтобы поставить точку в нашей жизни. Она нужна каждому человеку. Каждый человек уйдет из мира обязательно. Непреодолимая карма нужна для того, чтобы поставить точку. Но иногда человек ставит точку и тяжелой кармы, и средней тяжести кармы. Почему? Потому что лень работать над собой, понимаете? Эта лень означает неразвитость души. Что такое карма семьи? У каждого человека своя карма. Зачем тогда нужна карма семьи? Вот у каждого человека есть своя карма, но в нашей карме есть какая-то важная карма. Есть какие-то важные моменты в нашей жизни, важные какие-то трудности. Карма означает трудности в основном. Потому что что у нас хорошего, об этом не надо говорить. Вот все хорошее в жизни человека как протекает? Просто так. Вы согласны со мной? Вот все хорошее просто так протекает. Как у тебя дела? Хорошо, у меня хорошо. Ну, слава Богу. Хорошая энергия, хорошие поступки, хорошая судьба протекает просто так, потому что мы с этим не паримся, мы считаем, что так оно должно и быть. Вы понимаете, хорошую энергию надо на благие дела использовать. Вот у тебя хорошее настроение, кому-нибудь отдай его. И тогда это хорошее настроение не зря будет в твоей жизни. Но в основном люди ничего никому не отдают. Они просто живут, вот хорошее настроение, обалдеют. Я могу даже сесть просто и обалдеть, вот так сидеть. Потому что мне хорошо. Все, мы просто сжигаем хорошую карму, о ней никто не спрашивает. Никто не спрашивает. Олег Геннадьевич, у меня такая жизнь прекрасная. Как мне этим пользоваться? Ни одного вопроса такого не было. У меня сегодня такое настроение, Олег Геннадьевич, кому подарить? Никто не спрашивает вообще. Вопросов таких вообще нет, ни разу. Все вопросы о другом. Что делать с плохой? И да, хорошая карма у всех есть, но мы на нее не обращаем внимания. Потому что мы быстро к ней привыкаем, думаем, что это само собой. Вот допустим, хорошая карма – жить в мире. Это от хидаевы, то, что идет свыше. Есть то, что идет от тела, то, что идет от близких и то, что свыше. То, что идет от близких, вот не ругаемся, означает хорошая карма. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно повсюду пчалось. За мною вслед, я так хочу, чтобы маленьким и взрослым Удивительные звезды дарили свет. Лето, ах, лето, лето звездное, громче по. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной. Ну так мы живем, в полном невежестве. Потому что такая жизнь – это просто сон. Жизнь человека не предназначена для того, чтобы балдеть от своей судьбы, как мы думаем. Жизнь человека предназначена для труда над своей судьбой. А вот эта хорошая карма предназначена для того, чтобы дарить счастье другим. Почему все такие несчастные? Потому что все, каждую хорошую карму свою съедает сам. Понимаете? То есть ни с кем не делимся. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на стрибке. Да? Но бывают такие люди, бывают такие люди, которые вот даже во времена, когда нельзя об этом говорить, они говорят. Я когда первый раз лекцию Владимира Георгиевича Жданова лет, наверное, 15 назад на видео увидел, у меня волосы дыбом стали. Он такие вещи говорит прямо и открыто. Понимаете? Что спаиваем народ, факты вот такие просто, которые на повал бьют, когда слышишь. 400 тысяч, вот были такие цифры, 400 тысяч взрослого населения, людей погибают от алгоризма в год. Работоспособного, нормальные люди, которые могли бы трудиться, жить для страны. Они все. Просто потому, что мы зарабатываем на этом деньги. Хороший доход, правда? Вот, и как можно не радоваться такому человеку? Как можно не испытывать счастье, глядя на него, если уже сейчас все по-другому? Если мы уже сейчас не видим этих щитов с водкой. Еще пять лет назад вся Москва была заполнена этой рекламой водки. Мы не видим рекламы сигарет сейчас. Правда ведь? Нету нигде, все. И уже запреты пошли, курить там нельзя, уже знаки там мы видим с перечеркнутой сигаретой, то там, то здесь. Началась другая жизнь, люди начали становиться здоровее. Понимаете, уровень жизни начал расти в России и так далее. Показатели здоровья тоже растут. Это заслуга горских людей, которая просто восстала против вот этой культуры и постепенно все поменялось. Люди могут все поменять реально постепенно. Я хочу, чтобы люди, которые достойны быть счастливыми, иногда были счастливыми. Поэтому я попрошу сейчас Владимира Георгиевича выйти на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Что тебе подарить, человек мой дорогой, как судьбу благодарить, что свела меня с тобой? Да? Бывает хорошие люди на земле. Спасибо. Спасибо. Карма семьи означает... Карма также того места, где мы родились, понимаете? Мы же можем исправить это место. Мы родились в стране, где много пьянства. Карма моей семьи такова, что бабушка по материнской линии погибла в алкогольном опьянении на пороге своего дома. Другая бабушка по отцовской линии тоже не доползла до дома в состоянии алкогольного опьянения, оставила тело. Дедушка по отцовской линии умер от рака желудка из-за того, что много пил. Брат отца погиб в молодом возрасте от пьянства. Отец тоже выпивает. Это вот моя судьба, понимаете? Это то, что я увидел. И меня спрашивают, Олег Геннадьевич, а вы пили когда-нибудь? Я говорю, за меня уже всего пили мои родственники. Я не знаю, что такое алкогольное опьянение. Я не испытывал этого в своей жизни. Я понял, что это не нужно еще в молодости. Если мы будем заботиться о нашей стране, мы также будем поднимать и свою собственную жизнь. Понимаете? Жизнь своих детей. Потому что жизнь наших детей зависит от того, с кем они общаются на улице. А если мы культуру будем поднимать к нашей стране, к нашей жизни, то дети будут общаться на улице по-другому уже, не как сейчас. Итак, карма семьи – это объем работы, который выражается в моем теле, в моих отношениях, в моих родственниках и в том месте, где я живу. Три типа объема работы. Например, у меня внутри есть определенные возможности дарить счастье близким людям. Например, может быть половые расстройства у человека. Могут быть, допустим, просто сердце у женщины не такое теплое, чтобы дарить любовь. Может быть, психика не способна вынашивать ребенка, допустим, в наш организм. У женщины не способен. Или у мужчины не способен зачать. И так далее. Есть какие-то ограничения. Эти ограничения сами по себе указывают просто на объем работы. Понимаете? Потому что бывают ограничения, конечно, непреодолимые. Допустим, у женщины нет вообще никакой возможности зачать. У нее там прооперировано, все удалено. Но, понимаете, когда женщина начинает молиться, она к Богу обращается, молится, думает о нем. И я хочу подарить своим близким, своему мужу ребенка. Думаете, Бог не даст ребенка, даже если у нее нет там ничего? Он ей даст ребенка. Потому что ребенка не обязательно получить изнутри. Он может прийти из детдома, допустим. Но черство сердца, непонимание не дает понять, что это тоже родной человек приходит оттуда. Вот мне девушка в записке спросила, Олег Геннадьевич, вот у меня тяжелая карма у семьи, а я возьму ребенка на воспитание. Не будет ли ему жизнь тяжелее? Так ты моя хорошая, своего ребенка там возьмешь. Потому что мой ребенок может прийти изнутри или снаружи. Понимаете? В зависимости от того, как судьба действует. Если ребенок не может прийти изнутри, Бог даёт снаружи. Потому что веды говорят, что у человека есть семь матерей. Мать, которая дала зачатие, зачала и выносила ребенка, это родная мать. Та женщина, которая вскормила ребенка, также родная мать. Та, которая воспитала, это родная мать. Мать земля, это наша родная мать. Если есть правитель, святой правитель на земле, его жена также мать. Если есть у тебя священник или наставник, его жена также мать. И если ты пил молоко чье-то, например, коровы, то корову также твоя мать, которой ты пил молоко. Мы этого не понимаем. Нам трудно это понять. Как, допустим, женщина вырастила ребенка, и сынок у нее спрашивают. Мамочка, почему тети говорят вокруг, что ты мне не мама? И она говорит, а потому что я тебе не родная. Это тупость просто, понимаете? Родная это та, которая отдала свое сердце. Вот почему люди, там, пам-пам-парам, пам-пам-пам-пам, бац, стали родными. Ну, сразу, бац, стали родными. Признаешь, признаю. Подписался. Все, дали документ. Теперь родные. Родные или не родные? Кто скажет, что не родные? Моя жена, моя жена, моя, мы родные. Все, все подписано. Так, мои хорошие, а кто более родной? Ребенок, который прожил с вами 20 лет? Или человек, который просто с вами повстречался, там, погулял, расписался. Кто более родной? Ну, подумай, подумай. Шевелите, шевелите. Кто более родной? Ребенок. Ребенок, с которым ты прожила жизнь, правильно? Так почему ты не говоришь ему, что ты не родная мама? А, я понял. Родным можно стать только тогда, когда ты вылез изнутри. Тогда мужа тоже надо пропускать так же. Это косность мышления просто. Надо говорить, я родная мама тебе. Абсолютно родная. И все. И дальше не надо подробности объяснить. Подробности не нужны. Откуда кто вылез, не надо как бы даваться подробностям. И этот ребенок дан был по судьбе с самого начала, понимаете? Бог соединил в свое время людей, соединяя. Есть вещи, которые даются уже человеку по судьбе, просто с самого начала. Причем это все высшими законами какими-то прописано. Есть в Индии такая книга, называется «Бригу Шастра», как она так называется, что там вот эти все законы судьбы прописаны в этой книге. И если ты там имя свое пишешь, там какие-то тесты проходишь, там ведические, древние, там тоже были свои тесты. И бац, как бы все вот таким образом выстроено. Там время, дату рождения, вот эти тесты, имя свое пишешь. И он берет просто из определенных частей этой книги отрывки тебе читает, которым ты соответствуешь по этим тестам. И прямо всю твою жизнь, как жил, чего, когда, характер детей, отношения с родителями и понеслась. Все полностью совпадает один к одному. Есть, понимаете, есть дорога. Дорога вот судьбы не означает, что ничего не изменишь, а означаешь объем работы. Вот ты идешь по этой дороге и можно идти по-разному. Можно ползти на четвереньках по ней. Означает, ничего не хочу делать, ничего не хочу менять. Страдаю, мучаюсь, мечтаю. Это называется жизнь невежествия. Или пью, бухаю, курю наркотики, занимаюсь теневым бизнесом, бандитствую там и так далее. Это жизнь невежествия. Человек по судьбе как по наждачке идет, понимаете. Каждое событие страдания, каждое событие страдания, все надо заливать водкой для этого. Вот, дальше второй вариант. Человек уже на четвереньках ползет. Он очень сильно привязан ко всему, что судьба дает. Судьба это что такое? Это наше желание. На виде желаний выходит. Хочу то, хочу все. И человек постоянно свои желания удовлетворяет. Он не может отвлечься на то, чтобы желать другим счастья, заботиться о ком-то. То хочу это, то хочу это, не может оторваться. Ползет на четвереньках, потому что на каждое желание надо реагировать. Это жизнь страсти. Люди страдают неимоверно, живя в страсти. Потому что они скованы сильно. Каждое желание же надо отрабатывать. Надо работать за каждое желание. Захотело то, надо деньги. Захотело сё, надо связи. Захотело пятое, надо то, сё. И постоянно нужно трудиться, пахать. И люди в благости, они идут по жизни. Не ползут, а идут. Почему? Потому что они... Человек в невежестве куда смотрит? Под ноги. Он смотрит на свои желания. Человек в страсти куда смотрит? Под ноги. Человек в благости куда смотрит? Вперёд. Он видит цель уже жизни. Понимаете? Он живёт не просто для того, чтобы свои желания удовлетворить. А он живёт для чего-то светлого будущего. Там свет впереди. Понимаете? И он думает о Боге, думает о счастье других людей. Думает о том, чтобы страна жила счастлива и так далее. Очень другие совсем идеи в жизни такого человека. И когда такие идеи другие, тогда и высшие силы начинают ему помогать. Очищать его дорогу. И те препятствия, которые раньше были непреодолимы, этот человек легко преодолевает с помощью высших сил. Святость даёт ему сжигание судьбы в сердце. То есть у него возникает в жизни удача. Что такое удача? Близкий человек должен был уйти, уйти не может. Потому что судьба стала другой, она становится другой в результате молитвы. Высшие силы дают знания человеку. Он чувствует, как правильно поступает, меньше ошибается, идёт правильнее по дороге своей судьбы. Дальше есть также люди, которые благодарными становятся за то, что ты для них делаешь. Если ты служишь, служишь людям, не покладая своих рук. Как можешь, заботишься обо всех вокруг. Люди тебе помогут. Вот я недавно узнал, что, оказывается, я безработным не буду. И нищете не буду жить в этой жизни. И без дома тоже не буду. Знаете, как я узнал? Я в каждом городе спрашиваю, вот если меня выгонят и как бы нигде не буду. Кто даст мне работу сразу? Печёл пятьдесят. Пум! Олег Геннадь. Дадим. Хорошо. А кто приедет меня где-нибудь, уголок даст пожить где-то? Сразу человек десять. Пум! Подняли. Ну то есть, видите, я уже не буду нищим. Потому что я не думал о себе, не думал о своей жизни, о своём жилье. А постоянно думал о том, как люди, чтобы были счастливы. И это уже от людей идёт судьба. Понимаете, удача идёт от людей уже. Когда ты о людях заботишься, Богу молишься, удача от Бога идёт. О людях заботиться, от людей идёт удача. И также нужны аскезы. Что такое аскезы? Аскезы – это когда ты заботишься о теле, посты соблюдаешь, статические упражнения делаешь. То есть, какие-то упражнения, которые включают каналы. Вот. Дыхательные упражнения делаешь, закаливаешься. Даёшь возможность телу как бы восстанавливаться на природе и так далее. Тело нуждается тоже в здоровье. Таким образом, есть три аспекта жизни. Связанные с телом, связанные с родственниками и связанные с Богом и с другими людьми. Понятно, да, система? И всё это даёт свою отдачу назад. Это называется милость или удача в жизни. Но люди, которые сосредоточены только на своих проблемах. Олег Геннадьевич, вы будете сегодня говорить о том, как сделать так, чтобы не разводиться? Удача постоянно сосредоточены на своих проблемах. Удача в такой жизни нет. Понимаете? Быть не может. Жадность прай разгубила. Отвлекитесь от себя. Думайте о других больше. Молитесь. Как это сделать? Как можно думать о других? Сковывает к себе боль. Боль судьбы заставляет думать о себе. Но если человек начинает молиться святому человеку, то у него вот эта благодать Божия растекается в сердце. И что она делает? Побеждает судьбу. Как это почувствовать победу? В виде спокойствия в сердце. От моего сердца к сердцу близких людей переходит спокойствие. И они как ватрушечки все становятся. Они перестают ругаться. Понимаете? Человека не изменишь. Вот вы меня спрашиваете, как мне поменять мужика? Он к сестре постоянно тянется, а не ко мне. Не надо это ничего менять. Вот если вы начнете молиться, тогда его сердце наполнится радостью от вас. И он к вам будет тянуться столько же сначала, как к сестре, а потом к вам даже больше. Потому что вы жена. Но для этого надо просто наполнить сердце любовью. Понимаете? И карма перестанет действовать плохая. Она перестает действовать, когда мы выполняем свои обязанности в этом мире перед другими, а не перед собой. Не перед собой. Что такое карма семьи? Это то, что лежит между людьми. Это не то, что лежит в моих близких. Я вас уверяю на сто процентов. И себя также уверяю в этом. То, что я вижу в близком человеке, его недостатки, не отражает его как Личность. Это просто его реакция на мою судьбу. И все. Потому что с другим человеком он будет проявлять совершенно другие недостатки. Поверьте мне. Именно так это и работает. Любой человек, живя с другим человеком, начинает проявлять не полностью как себя, как со мной, а как-то по-другому. Понятно, да, система? Что человек просто реагирует на то, что связано лично со мной. Но интересно знать, что у него тоже не зря жизнь со мной. Не зря. Понимаете, что такое карма семьи? Это вот тот клубок, который отражает жизнь каждого из нас. Ну, то есть, так Бог устраивает в этом мире так незлимо, что Он объединяет людей по их судьбе. Ну, есть такой анекдот. Самолет начал падать и все начали сильно молиться. «Господи, помоги! Господи, помоги!» И так как все молятся, как бы, Господь сразу как-то так обескуражился. Он говорит, ну, молитесь поменьше. Я же не зря вас всех три года собирал здесь в этом мире. Ну, то есть, понимаете, Он нас собирает. Он нас собирает. Вот как так получается, что мы вместе попали? Думают некоторые люди, думают, что мне не положено столько страдать. Нет, положено. Вот в этом и заключается смысл понимания, как успокоиться. Вот как успокоиться? Некоторые люди думают, что можно успокоиться, когда забудешься, и просто выпивают. Знаете, самый лучший способ успокоиться? Надо соединить себя с деятельностью, направленной на Бога или на благо других людей, с такой силой, чтобы оттуда пришло столько счастья, чтобы ты смог этим счастьем победить ту боль, которая вызывает твоя судьба. И когда соединится количество счастья и количество твоей боли вместе и уравновесится, тогда наступает принятие судьбы. Вот человек молится, молится, заботится о других, пытается не думать о себе. И в какой-то момент, бац, вот здесь наступает спокойствие. Вот это спокойствие означает, что муж будет вести себя лучше, дети будут вести себя лучше не потому, что они исправились. Исправление означает более высокий уровень отношений. Некоторые спрашивают, Олег Геннадьевич, сделай так? Скажите, как исправить своего мужа? Это более высокий уровень отношений. Чаще всего в нашей жизни об этом речь не идет. Потому что людям в страсти, а мы в основном живем в страсти, им нет возможности исправлять друг друга. Исправление означает благостная жизнь. Она основана на взаимопонимании и любви. Когда люди понимают друг друга и любят, несмотря на трудности, то есть что это значит? Это значит, что они выше кармы стоят уже. Они ее уже переварили и уже живут выше кармы. Люди, которые живут выше кармы, живут в любви. А все остальные живут страданиями. Почему страданиями? Потому что не справляемся с объемом работы. Справиться можно только, если надеешься не на свои силы, а надеешься на силы свыше. Нам ведь все силы даны. Нам дана природа. Знаете об этом, что нам дана природа? Это огромная сила. Вы представить даже себе многие не можете. Я недавно начал корнями лечить. Корень прикладываю человеку к спине. Балваночку такую из корня. Она действует где-то часов 15-16 сильно. И вот корень обладает энергией огня. Я такие чудеса вижу в организме. Понимаете? Такие болезни сгорают. Которые, ну, вообще как бы по факту не должны быть вылечены. Ну, то есть огромная сила. Просто эта сила берет и сжигает болезнь тяжелую. Это все в природе предусмотрено. Понимаете, мы не можем пользоваться. А почему мы не можем пользоваться? Потому что люди имеют разные уровни сознания. Вот смотрите, человек, если живет только своими радостями в этой жизни. И хочет наслаждать свое тело. Это называется телесная концепция жизни. Телесная концепция жизни означает грубый материализм. Такой человек, который вот является грубым материалистом, он может понимать только материальные вещи. Он может лечиться только таблетками, химией. Почему? Потому что он дальше химии не мыслит. У него нет понимания, что есть тонкий мир, психический мир. Не грубый, а более глубокий. Он всю пищу рассматривает как белки, жиры, углеводы, витамины. Он не понимает, что у пищи есть психическая энергия. Что пища бывает невежественная, которая приносит страдания. Страстная, которая приносит напряжение. И благостная, которая приносит счастье. Он этого не понимает, человек. Он понимает, что есть химия только, понимаете? Он не понимает, что есть мясо, которое приносит страдания. Хоть белки, жиры, углеводы в норме. Понятно, да, система? То есть человек, который сильно привязан к своему телу и думает только о телесных радостях, он также не понимает до конца, что такое любовь. Потому что под любовью он понимает только половые отношения, телесные отношения. Веды говорят, что есть три способа усилить телесное счастье. Один способ – это секс. Это означает тонкая эксплуатация чужого тела. Тонкая эксплуатация чужого тела. Называется секс. Дальше второй способ усилить телесные радости – это мясо. Это грубая эксплуатация чужого тела. Мы уже в этом случае чужое тело едим. Не используем его для своего счастья, а едим уже, понимаете? Есть еще один способ радоваться телесному счастью – это разжигать телесное счастье. Знаете, как разжигается вот эта телесная концепция счастья? Я – тело. Я не психика, не душа. Мне не нужна радость этой природы, мне не нужна ее красота. Мне не нужно тонко и глубоко видеть этот мир, чувствовать глубоко характер людей. Я хочу просто наслаждаться пищей, сексом, сном, комфортом и своим телом. Понимаете? Это грубое представление о жизни дает тяжелейшую судьбу. И как вы думаете, что разжигает телесную концепцию жизни? Алкоголь. Вот для этого он и нужен. Поэтому люди пьют это со страшной силой, что они хотят радоваться телесной жизни. Понимаете? Когда человек выпил, у него сразу половое желание возрастает. Он сразу начинает чувствовать все эти телесные радости в тысячу раз сильнее. Понимаете? Это приводит к деградации человека. Его разум становится тупым. Он ничего не соображает на тонком плане. Тонкий план – что это такое? Это видеть в красках этот мир. Видеть глубоко, красиво его. Месяц свои блески, а лугам рассыпал. Стройные березки, стройные березки Шепчут что-то либо. Травы, травы, травы не успели От росы серебряной согнуться. И такие нежные напевы, как он, так реально в сердце льется. Это что такое? Рифмоплетство – это видение мира. Попытайтесь это понять. Этот человек так мир видит. Понимаете? Он видит его очень красивым, сказочно красивым. Сказочное означает глубокий, глубокий мир. Красивый мир возможен только если ты поднялся на другой уровень понимания вещей. И в этом другом уровне понимания вещей человек видит силу деревьев, начинает видеть могущество деревьев, могущество травы, могущество психики человека, способности побеждать судьбу. Он видит могущество солнца, могущество ветра, могущество земли. Он видит могущество гор и этой природы всей. Понимаете? Тогда человек понимает, что есть мощные рычаги преодолеть свои болезни, свои трудности. У него есть мощные силы для того, чтобы жить у такого человека. Потому что психика управляет всеми процессами в организме, а не нервная система. Нервная система подчинена психике. Тонкое тело, психическое тело, где карма и содержится, оно является властелином грубого тела или нашего организма. Все начинается с психики. Там контроль всего осуществляется. Если эти законы понять, легче лечить людей. Намного легче лечить людей. Я изучаю это, а не понаслышке. То есть я этим занимаюсь всю жизнь. Я поэтому могу честно об этом прямо говорить. Но есть еще другое понимание, более высокое. Когда человек понимает тонкий мир, тонкое понимание вещей, он выходит на уровень благости. Это значит, что этот человек становится честным, становится нежным, добрым, ласковым, отзывчивым, сострадательным, жизнерадостным. Понимаете? Это означает обмен с энергией природы. Понимаете? Но есть еще другой уровень жизни, когда ты начинаешь понимать, что есть высшее проявление жизни. Есть солнце судьбы человека. Солнце судьбы человека – это Господь. И это солнце, когда человек начинает понимать. Вот тогда вся карма начинает сжигаться, начинает сгорать. Вот это и есть удача. Удача означает, что человек побеждает судьбу. Что такое карма семьи? Это объем работы просто, понимаете? А мы это воспринимаем, как можно жить с этим человеком. Этот человек вообще ни при чем. Это твой объем работы просто. Вот когда ты эту работу сделаешь, как вот девушка сказала, что дальше будет, если я работу сделала, что дальше? Я и не знала, что они такие хорошие. Так? Так потому что все хорошие на самом деле. Когда спят? Потому что когда люди спят, объем работы заканчивается. Посмотрите, когда человек спит, он как душа. Он чистый, светлый, хороший. Какой сладенький. А час назад все мозги вынес. Понимаете, о чем я говорю? Что душа, она прекрасна по своей природе. Человек прекрасен по своей природе. Просто через него действует моя судьба. Он меня мучает. И если это понимать страдания, заканчивается момент понимания этого вопроса. Начинается просто труд. Некоторые люди живут страданий, потому что этот вопрос не понимают. А некоторые трудятся в своей жизни. Вот у меня столько труда. Вот золото мое. Весит 70 килограмм труда. Вот и трудись на все 70.